МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Пьер Кристиан Брашей. Это программа о России, и я ее веду. Сегодня мы хотим поговорить об узорах и вышивке разных народов России. У нас в студию Елена Львовна Мадлевская. Она научный сотрудник отдела этнографии русского народа, хранитель мягких фондов Российского этнографического музея. Елена специально приехала к нам из Петербурга. Елена, добрый день! Здравствуйте! Давайте сразу посмотрим наш первый фрагмент. Ткани очень плохо сохранялись, именно потому, что отношения тоже были. Старые тряпки, как еще говорят, можно все это выбросить, все это изнашивалось. Это конец полотенца северного. И композиция трехчастная, то есть три фигуры мы с вами видим. Женскую фигуру в центре и всадников или всадниц, как это еще трактуют, по сторонам. Это вариант фактически той же композиции мы с вами видим, но посмотрите, насколько все по-другому здесь. Или вот такой вариант. Это все северные у нас губернии, а Ланецкая всадницы предстают здесь не на обычных конях, вот такая, как это называется в литературе, ладья. И все это на самом деле связано с солярной символикой. Вологодская губерния у нас представлена таким замечательным концом полотенца. Вот здесь уже, поскольку это более поздний конец XIX века, то здесь мы с вами видим такое более реалистичное изображение коней. И следующий предмет у нас такой замечательный подзор. Здесь вот такая фризовая композиция, замечательная, растянутая по всей ширине этого подзора. В центре мы с вами видим двуглавого орла и уже самые разнообразные фигуры по сторонам. И вот эта техника, кстати, тоже нас отсылает к письму, потому что называется она «Шов по письму». Характерный это тоже шов для севера и представляет собой вот такие вот островки плотной ткани с заполнением вышивкой по вот такой разреженной сетчатой фактуре. Подзор – это край простыни. И следующий у нас тоже подзор, совершенно замечательный. Это тоже северный. Оланецкая губерния. Варианты, опять же, изображения двуглавого орла. Оказывается, вот такая двуголовая птица и двуглавый орел известны достаточно давно и тоже связаны с солярной символикой. И здесь вот такие модификации двуглавого орла, которые подчас даже, в общем, может быть трудно узнаваемы. И вот если мы с вами говорим о чтении узоров, то, наверное, сейчас это чтение узоров скорее заключается в том, что надо просто очень тщательно рассмотреть эти узоры и тщательным образом определить вот эти основные какие-то персонажи, фигуры и основные элементы этого узора. Ну вот, этот фрагмент был снят в Северском музее прокладного и декоративного искусства, я так понимаю, да? Это ваша коллега и Светлана. И первый вопрос, который я хотел задать, потому что у нас есть простыни, у нас есть полотенце. Вообще, что такое полотенце? Потому что у нас сегодня, в 21 веке, мы понимаем, что такое полотенце, но я так понимаю, что это совершенно другой объект. Вообще, что это такое полотенце? Какая функция у нее есть в России? Вообще-то, то, чем вытирали руки, не называлось полотенцем. Это называлось утиражка, рукотирка. И, как правило, это была тряпочка, совершенно не орнаментированная, не украшенная. Полотенце – это ритуальный предмет. Оно украшалось обязательно. Вышивка могла быть не обязательно яркая, красная. Это могла быть вышивка белым по белому. Но это было обрядовое полотенце. Полотенце выполняло самые разнообразные функции в разных обрядовых ситуациях. И в родинной обрядности, и в свадебной обрядности. Практически на каждом этапе свадьбы происходил либо обмен полотенцами, либо полотенце использовалось как соединяющая жениха и невесту. В погребальной обрядности тоже полотенце выполняло очень важную функцию на протяжении всего-всего-всего обряда. Обряд длился довольно долго. И, конечно, ритуальные полотенца их обязательно орнаментировали в зависимости от того, что это была за ситуация. И не только в рамках обряда. Скажем, оно широко использовалось в интерьере. Когда человек входит в русскую избу, то он всегда видит очень важное место. Его видно прямо с порога. Но оно находится от порога дальше всего. Это красный угол. Это место, где находятся иконы. Это место, где стоит стол для ежедневных и праздничных трапез. И угол, где находятся иконы, обязательно украшался полотенцами. Это вот такая традиция именно у русских и вообще у восточных славян. Да, я видел это часто в избах и в домах, и что до сих пор. А почему вот как к крыше вот эти полотенцы на иконах? Есть какая-то функция? Вообще красный угол – это место, в котором происходило общение человека с высшим миром. И полотенце в традиционной культуре очень часто выполняет функцию границы. Когда, например, во время святок гадали, в блюда, в которое складывали кольца, всевозможные предметы, которые обозначали судьбу каждого человека, ну вот каждого, кто положил туда свой предмет, это блюдо затем покрывали полотенцем. И полотенце как бы отделяло этот мир, в котором находятся люди, которые гадают, от того мира, в котором формируются судьбы. При этом исполнялись специальные песенки, так называемые подблюдные песни, в которых та или иная судьба проговаривалась. И в это время вытаскивался тот или иной предмет. И вот тот, чей это был предмет, тому та судьба и предназначалась, которая в песне. Но при этом человек, который вытаскивает кольцо, он никогда не знает, что он вытащит, чью судьбу он вытащит, потому что есть преграда, есть граница. Это полотенце. Давайте посмотрим следующий сюжет, и потом мы поговорим о том, какие есть в разных регионах вот эти символики. Как раз вот наиболее интересные изобразительные мотивы и наиболее разнообразные, они сохранились именно в северных вышивках. И здесь тоже очень интересная трехчастная композиция. Как правило, мы с вами видим, да, все-таки три основные фигуры, все остальное – это такое обрамление. Это тоже север, архангельская губерния, пестридинное полотенце, то есть пестридь – это как раз холст, который имеет вот такой кричатый рисунок. И конец полотенца, обратите внимание, тут практически сплошная геометрия, ромбический узор, да, и только наверху, может быть, так считываются женские фигуры. Это позднее достаточно полотенце, начало XX века. Здесь мы видим технику, которая была уже такой поздней, привнесенной техникой. Это крестик знаменитый, который, в общем-то, понятно, что вышивали в городах уже потом, и любили очень. Вот, например, у нас замечательная совершенно северная рубаха оланецкая, праздничная рубаха. Как правило, праздничные вещи украшались вышивкой как раз. Вышивка также еще и несла в себе такую обережную функцию, охранительную. И другой вариант оплечья. Тоже совершенно замечательная вышивка, очень такая ювелирно исполненная, очень тонкая. Опять же, геометрия, ромбический узор с солярной символикой. То есть там разнообразные кресты, свастика. И наверху, обратите внимание, здесь у нас тоже трехчастная композиция. В центре уже не женская фигура, а некий растительный мотив, такой куст, который нас отсылает к символике древа жизни, которая тоже, в общем-то, присутствовала очень часто в вышивке. И птицы. Вот такие птицы. Их называли павами, то есть птицы с такими роскошными хвостами, которые тоже очень часто изображались в вышивках. В концах полотенец, например, вот здесь я могу вам показать концы полотенца. Они одинаковые. Как раз мы можем сказать о том, что действительно это концы полотенец. То есть у полотенца два конца. Они практически идентичны. И вот тоже очень интересная строчевая, так называемая, вышивка. То есть она сквозная по сетке. И вот такой тонкий графический узор. Здесь мы с вами видим, помимо растений и изображений птиц, вот такие еще храмовые изображения и архитектурные. Очень интересный вариант тоже вышивки строчевой, так называемой, то есть по сетке сквозная вышивка. И здесь помимо растительных мотивов и изображений птиц, мы тоже в верхней полосе мы с вами видим изображение храмов. Ну вот мы видим птицы, мы видим растения, мы видим лошади, мы видим просто геометрии. Возможно ли определить, из какого региона? Конечно, можно определить. Вот некоторые вещи идентифицируются очень легко. Ну, для человека, который знает определенную культуру. Можно сказать о том, что, скажем, геометрический орнамент имеет какие-то общие черты. Не только у южно-русских и северно-русских, но и, скажем, у белорусов тоже. Мы можем встретить те же самые ромбы с продленными сторонами, с крючьями и так далее. То есть какие-то общие есть вещи. По стилистике всегда можно отличить. Конечно, мы можем по колориту как-то понять, по техникам иногда. Хотя техники, это очень тоже интересный такой момент, изменяются техники, а образы остаются. Вот, например, мы видим два полотенца. Да, вы много привезли сейчас. Покажите нам, что... Вот, смотрите, тут два образа древа, и, в общем-то, они из близкой традиции. Это тоже Олоницкая губерния, о которой Светлана говорила. Да, русский север. Вот, но вы видите, что наряду с общими какими-то моментами, трехчастностью образа, да, мы видим все-таки, что они очень сильно отличаются. И техника разная. Вот эта техника более архаична, она более трудоемка, она более сложная, да. Называется как? Называется набор счетные швы, очень точно попадающие проемы, и за счет этого такая четкая геометрия внутри происходит. Здесь техника более поздняя. Это так называемый тамбур, хотя здесь тоже есть счетные гладевые швы, частично, да, вот, и шов-козлик вот там вот есть. Но, тем не менее, это совершенно вот какая-то другая стилистика, да. И здесь вышивка выполнена только красным цветом, здесь мы видим полихромную вышивку. Это, может быть, в одном же деревне так счет? Такого не встречалось, чтобы вот так вот кардинально по-разному. В одной деревне, может быть, в разное время. А эти? Ну, вот это тоже близкая традиция. Вообще, на самом деле, здесь все северно-русские полотенца. Это вот новгородская традиция. Здесь образ павы, тоже о которой говорил Светлана, но, скажем, если она показывала там полотенца с двумя павами небольшими, то здесь сделана большая пава и маленький павенок. Птичка маленькая. Очень интересная полотенца. Она очень своеобычная. Даже для своей традиции это тверское. Здесь мы видим антропоморфные фигурки. Они как будто бы стоят в храм ходит таком, да. И написано, что кого люблю... Кого люблю, того дарю. Сразу понятно, что полотенца свадебная. Ну, здесь очень своеобычные такие фигурки. Они, конечно, не похожи на космонавтов, но, тем не менее, тоже они от такой силуэтности традиционной отличаются немножко. А мы знаем, откуда появятся вот эти орнаменты? Это как? Как вдруг появятся вот эти павли, вот эти лошади, вот эти персонажи? Почему именно они, да? Да, именно они, они что-то другое. Они там змея. Или там, как мы видели в... У нас была одна передача о народах Дальнего Востока, где были там солнце, змея и так далее. Этого нет здесь. Лошадки и птички – это наиболее распространенные образы вообще в русском декоративном искусстве. Даже игрушки детские делались. Лошадки и птички. Солонки – очень значимый предмет в традиционной культуре русских, да, когда солонка на столе – это символ благополучия, состоятельности семьи, потому что соль дорогая была всегда, да. Вот, и вот эти солонки, они тоже делались в образе птицы или лошадки. Я думаю, что это образы очень значимые для традиционной культуры. Вообще-то, это оба образа, которые выступают, скажем, в фольклоре как медиаторы, посредники между мирами. И представление, скажем, о птице душе, оно и до сих пор, да, нам известно. Когда прилетает птичка к окошку, мы говорим о том, что либо приносится известие какое-то, да, издалека, либо это душа предка. Вот, это у многих народов развито. Значит, в 19-18 веке это работа в основном молодых женщин? Да. Девочки с измольства учились этому и достигали вот такого совершенства к брачному возрасту. Им нужно было заготовить очень много полотенец. Вот я даже представить себе не могу, для современного человека, насколько это трудоемко, потому что в некоторых свадебных традициях около ста полотенец раздаривалось гостям. Около ста. Представляете, это надо все соткать и все вышить. То есть это колоссальный совершенно был труд. И совершенно очевидно, вот по тем образцам, которые хранятся у нас в музее, редко когда увидишь плохо сделанную работу. Обычно это уже набитая рука, вот что называется. Уже мастерство есть. Ну вот мы говорили о паратенцах, давайте следующий сюжет посмотрим. Основные цвета в костюме черный. Черный – это цвет земли. Белый – это цвет неба. В Белоруссии это аист, цвет аиста. Бусил, да. Красный – это солнце. Желтый – это жито. Были мы на поле, что каждый цвет что-то, да, несет свою символику. И рисунок, что вот обрамление у каждой национальности разное, да. Белорусские в основном так, по цветовой гамме и по нанесению рисунка. Очень плотный рисунок и орнамент такой вот, как, ну вот допустим, что солнце, жито, плетень, оно вот такими вот кубиками изображалось, ну плотно. Вот у других национальностей, допустим, вот он будет, но вот этих вставышей всех лес, вот эта зелень не будет. Здесь много, да, вот эти вот полоски – это река соединения, то есть все это не просто красота, а со смыслом сделан. Фартук-то, рукава, все сделано со смыслом. Зеленый цвет – это лес, белый – это облака, красный – это солнце. Ну вот это белорусы, которые живут в Сибирь, в Тимунинской области. Вы согласны с этими интерпретациями, что вот красный – это то, там, желтый – это то, красный – это солнце, нет? Ну нет, конечно. Во-первых, не так однозначно. Для русской культуры, конечно, характерно соединение вот трех таких важных значимых цветов – это красный, белый и черный. Но, скажем, с заменой черного может выступать синий цвет, с заменой красного – желтый иногда. Это зависит от того, что в руках у человека. Но вот как бы такое вот триединство – белый, красный и черный – вот оно наиболее архаично. Здесь практически нигде нету. И то, что Светлана нам показывала, очень мало черный. Черного мало, но мы с вами берем только полотенца, но не другие предметы, на которых выполняется вышивка. Есть, например, белгородская воронежская традиция, где в одежде используется только черный, ну, практически только черный цвет. Он выступает как синоним красного. Чем больше на рукаве вышивка черным цветом, тем моложе женщина. Да, да, да. Вот здесь как бы это синоним красного цвета. И я бы не говорила так однозначно, что вот красный цвет – это солнце. Вот красный вообще в традиционной культуре не только красный, но и красивый означает, да. И это цвет крови, это цвет жизни, цвет энергии. То есть можно привести очень большой ряд слов, которые будут определяться словом «красный». Вы только что говорили об одеждах. Да. Какую роль играют вот эти орнаменты в одежде? Ну, вы знаете, есть такие культуры, скажем, вот Олоницкая и Белгородская, в которой нет ни одной рубахи, которая не вышита. Пускай это самая простая обыденная рубашка, в которой женщина работает, ходит дома, она все равно будет вышита. Вышивка, конечно, выполняет очень важную функцию, особенно когда вот речь идет о праздничной одежде, да. Мы всегда по одежде можем понять, кто перед нами. Девочка, девушка, молодая женщина, женщина в возрасте, пожилая. И, конечно, характер вышивки с годами будет меняться. Если маленькие дети, вот подростковый возраст, они даже не имели права ношения на одежду из новой ткани. Они носили только обноски, понимаете? Там о вышивке даже и речи быть не могу, только если это, скажем, рубашка перешита из одежды взрослых. Вышивка и вообще декор в одежде появляется очень активно, когда девушка достигает брачного возраста. И декор располагается в определенных местах, которые подчеркивают ее половую природу. Это рукава, это грудь, подол, где видны ноги, да. И, конечно, вышивка выполняет несколько функций. Но, с одной стороны, это общеизвестно, да, что вышивка является оберегом, да. То есть она останавливает взгляд, как любая красивая вещь, да, она останавливает взгляд и выполняет тем самым защитную функцию. Против чего? Против болезни, против злых дух? Да, против порчи, против дурного глаза, да. Это вот раз, но не... Вот в каких местах именно? Там, где город, да. Ну, это вот у русских. У некоторых народов, скажем, вот непосредственно на груди вышивка, вот, выполняется, да. Вот, на рукавах, на подоле. Давайте посмотрим на следующий сюжет. У нас как раз мальчик одет. Вот, но это уже цуваший. Чувашские вышки, каждый узор имел смысловое значение. Вот, если смотреть в шундуках, то очень много сайдных платоков. Например, ни нового фартука вы не встретите, они износились, а платки все остались. Я вам хочу показать на своем сыне, как носили вот этот платок жениха. Раньше же все носили вышитые рубашки, и все, все парни. И не было понятно, где жених. Поймись, пожалуйста, говори. Вот теперь, и вот здесь вот так прикрепляли специальными спицами. И здесь, чтобы так одевали, чтобы было видно, вот там во невесте и там во жениха. И все знали, что это жених. Пальцев не было, вышивали только на руках. Почему? Потому что вот хорошо чувствуешь на те же нитки, и вот на изнанке, чтобы аккуратно получилось вот этот узор, чтобы аккуратно получались, надо, чтобы вот палец вот это чувствовал. И этот шов называется односторонний шов. А вот здесь вот я запомнила двухсторонним швом. Посмотрите, а нисколько вы не отличите изнанку от лица. Почему же это так? А вот почему. Сначала швом, шулам мы шивали вот это вот, потом поворачивали он в ту сторону, и по этому шву еще раз заполняли. И когда там же выходила невеста, на свадьбе сразу бабушки проверяли изнанку. Если изнанка аккуратная, значит, домой пришла аккуратная работница. Вот уже никто не ждет так. Вот дама очень просто, видимо, любит эту тему. Вот, значит, мы уже двигались потихонечку на восток. Там сильно меняются вот эти образы, о которых вы говорили, которые существуют в северной России. Мы можем встретить общие образы. Вот что касается геометрического орнамента, то есть общие какие-то мотивы, безусловно. Даже они иногда называться могут похоже, скажем, ромб в татарской культуре, вот в вышивке, называется алма, яблоко. И у нас тоже ромб может называться ягодка, то есть близкие такие названия. По характеру вышивки, по ее стилистике, по швам, поволжская вышивка очень самобытная. Во-первых, цветовая гамма. Шерсть и шелк, которые они используют, они такого цвета. У русских тоже залетал такой шелк иногда. Но для них это просто очень характерный цвет. И вышивка, даже сложно передать, чем она отличается от русской. Но видите, там нет сюжетов, там нет птичек. Это может быть, наверное, схематично как-то очень выражено. Древо есть. Да, да. Но это очень интересное место по Волжье. Там сохранились архаичные представления обо всем этом. Вы здесь сказали, что используют уже шелк и так далее, что очень редко в русской северной традиции. А там вообще что используют в северной России? В основном лен? Ну, в основном лен? Нет, шелк тоже доходил. Вот шелк-сырец, например, использовался. Вот здесь мы с вами видим шерстяную. И вышивки тоже. Да, вышивки тоже, конечно. Вот. Здесь мы видим шерсть, но изначально шелка очень широко использовались в русской культуре. Вот лицевое шитье церковное, да, там все шелками шилось. Издавна шелк поставлялся. А вообще, вы как думаете, через сто лет будут ли такие же узоры? И вот эта традиция продолжается? Мне кажется, что к великому несчастью отрыв от традиционной культуры постепенно сводит на нет. Да, вот посмотрите, сейчас вот такую вышивку нет даже времени изготовить. Это уходит как культура. А как наука? Мы что-то узнаем как-то новое? Конечно. Вы думаете, что мы еще много узнаем о вообще традиции наших предков? Что вы, это бездонный материал. Этим заниматься можно бесконечно. Бесконечно. Одним маленьким образом можно заниматься бесконечно. У нас за плечами очень много. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы поговорили об узорах и вышивке разных народов в России. И я очень надеюсь, что когда в следующий раз вы будете у бабушки, вы будете у нее задать вопрос. А покажи мне твои притенцы, потому что там столько можно узнать и про нее, и о ее жизни, и ее предки. Я еще много буду вам рассказывать и о других разных вещах в России. Аравар, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова